А вы знаете о том, что в голливудских фильмах все телефонные номера начинаются с префикса 555? Дело в том, что в США нет подобного префикса, и это позволяет избежать ситуации, в которой зрители начнут звонить по указанным номерам. Алло? А, вы сейчас подумали, что мне позвонит какой-нибудь киногерой, и я как-нибудь пошучу. Нет, у нас так плоско не шутят. Алло? Да, мам? Нет, я надел теплую куртку. И подштанники тоже надел. И молочка сегодня... Всем привет, с вами Алексей Сидоров. Такое ощущение, что мой глаз, или даже все четыре, уже замылились. Или действительно на экраны каждую неделю выходит какая-то фигня. Тем не менее, сегодня вы смотрите очередной выпуск моей передачи. И не переключайтесь, потому что мы начинаем. Вроде вы, мои зрители, весьма адекватные люди, поэтому я надеюсь, никого не обижу, сказав, что сериал «Бригада» — это унылое произведение. В общем, вообще все сериалы в нашей стране — унылое произведение. А знаете, что еще более уныло? Нынешний блокбастер. Мне очень жаль, но явно фильм «Бригада. Наследник» будет, скорее всего, блокбастером. Как же ты сейчас похож на своего отца? Там погоня за нами! Мы вместе в этом ввязались. Значит, выкутываться надо вместе. Я должен отвечать за свои дела. Ну, иди отвечай. Быстро, оперативный штаб подъезда. Держитесь, парни! Ввалите всех нахрен. Белый жив. Слушай, давай как-нибудь посидим спокойно, поговорим. Без полиции и погоню. Так, для разнообразия. А ведь с чем проблема, собственно говоря? В том, что ни Безруков, ни Дюжев, которые, в общем, нормальные актеры, здесь не играют. А кто здесь вместо них играет? Иван Макаревич, сын Макаревича. Кирилл Нагиев, сын Нагиева. И другие какие-то кривые русские недоактеры. И в том числе Юрий Чурсин, который что рожей, что талантом похож на моего любимого Гошу Куценко. Из нормально играющих актеров здесь только Валерий Золотухин, на месте которого я бы повесился, если бы мне предложили участвовать в таком кинце. У этой эпохальной картины еще и отличный режиссер Денис Алексеев. Знаете, что он снял? Ничего. Поэтому нельзя обижать человека, не зная его потенциала. Но я почему-то догадываюсь о его режиссерских способностях. И вы знаете что? Мне стало абсолютно плевать, что это блокбастер. И я вам со стопроцентной уверенностью заявляю, что фильм «Бригада. Наследник» будет, скорее всего, ужасным фильмом. Вот так вот убил двух зайцев одним ударом. Вот так вот неожиданно мы проскочили две первые рубрики. Ну что ж, баба с воздух, как говорится. В общем, на этой неделе выходят некоторые фильмы, которых звезд с неба не хватает, но оценить их можно. Но почему-то захотелось мне выделить лишь один. И это немецкий фильм. Так, я знаю, что вы сейчас посмеялись. Нет, это не то, о чем вы подумали. Это «Песочный человек». Спотлайт Медиа Продакшнс представляет. Это неважно. Это Бену. И у него есть проблема. А его подружка этого не понимает. Детка, из меня сыпется песок. И кто его вдохнет? Что это? Тут же засыпает. Приз за лучший фильм на фестивале Саар Брюкне. Откройте, пожалуйста, рот. Это не метафора. Из меня буквально сыпется песок. Так, это точно не то, о чем вы подумали. Ну, а об актерах и режиссерах сказать практически нечего. Режиссер — это Питер Луизи, который снял еще два каких-то фильма, которые в России даже не выходили. А главных героев играют Фабиан Крюгер и Ирэн Брюгер. Трубник и дудка. По-моему, очень смешно. И только она может ему помочь. Но он этого не знает. Проваливай. Сама проваливай. И она его не переваривает. Приз за лучший игровой фильм на фестивале Crossroads. Что-то сыпется, разве ты не слышишь? Я сейчас все уберу. Сможешь. Ты обязательно сможешь. Я помогу. Ты уволя. И так, как вы уже поняли, главный герой внезапно понимает, что из него начинает сыпаться волшебный песок, который усыпляет людей. Он не знает, что делать, и обращается за помощью к соседке снизу, которая содержит небольшую кофейню. Поначалу он эту девушку терпеть не может, ну а потом, естественно, влюбляется. И там не происходит то, что вы подумали. Помогите. Да заткнишь и ты. Песочный человек. Сложно вынести вердикт, не говоря моей обычной фразы. Ну, в общем, это выглядит мило и очень заманчиво. Да еще и европейское кино, так что все Голливуды-хейтеры будут просто супер довольны. А западные критики уже поставили этому фильму оценку 7,1 балла из 10. Ну, а я скажу, что фильм «Песочный человек», выходящий 29 ноября, будет, скорее всего, хорошим фильмом. Ну что ж, сегодня тоже вышел достаточно быстрый выпуск. Но главное, что вы помните. Смотреть надо только хорошее кино, по утрам одевать чистые носки, подписываться на мой канал вот тут, или там, или здесь, или где-то, не пойми, еще, и ставить большой жирный зеленый лайк. С вами был Алексей Сидоров, и спасибо за внимание. Ни черта больше не помню. Спасибо.